друзья всем привет наконец-то у нас в сибири пришла весна все начало таять и постепенно можно уже начать готовиться к сезону открытой воды наверное как и многие рыбаки я хочу в этом году начать именно с ловли уклейки так как она одна из первых активизируется собирается в стайке и активно начинает кормиться перед нерестом но сегодня вам покажу наверное один из самых моих любимых вариантов как оснастить маховую удочку для ловли уклейки на мой взгляд самый оптимальный размер удилища от 3 до 4 метров у меня вот 360 удилище должно быть легенькое и жесткое то есть вот этот кончик у него не должен быть как лапша если вам попалось удилище вот с таким вот шнурком на носике то рекомендую его снять поставить либо вот такое вот колечко либо еще лучше обычный коннектор на своем удилище я сделал вот такое вот обычное колечко так как она у меня будет именно только для уклейки поэтому снасти отсюда перевязывать не буду и так судилище мы разобрались должно быть она коротенькая от 3 до 4 метров легкая удобно сидеть в руке чтобы вы при активной вовле не успели устать так как уклейка очень интенсивно клюет поэтому вам придется забрасывать раз за разом можно сказать без остановки поскольку снасти эту переделать под другую рыбу не собираюсь удилища у меня разных хватает сразу же можно поставить сюда дешевенький фиксатор для намотки лески вместо такого фиксатора можно примотать на само удилище просто пару изогнутых проволочек и на них уже наматывать леску почему я использую именно короткие удилища все очень просто уклейку при помощи прикорма всегда можно приманить к берегу и чем у вас короче удилище тем быстрее и активнее вы можете ее ловить если вам не нравится короткие можете использовать хоть 5 хоть 6 метровая но это будет намного затруднительнее и быстрее у вас будет уставать рука с удилищем мы разобрались переходим к самой оснастке основную леску я буду использовать 012 на поводке буду использовать 010 основная подходит от 010 до 014 а поводковая от 08 до 010 не смотрите что она у меня зимняя в принципе абсолютно никакой разницы нету единственное что зимняя чуть-чуть подороже и она немного пожестче но это даже лучше так как она будет меньше скручиваться в жгутики и будет более ровно просто вот у меня зима осталось ее и буду применять поплавочек нужен легенький у меня вот 1 грамм ой ну это самый наверно большой то есть можно использовать 0608 до 1 грамма самое оптимальное крючки подойдут как и заглотыши так и вот такие вот допустим 8 номера длинным цевьем почему именно цевьё длинная когда уклейка активная она часто заглатывает глубоко эти заглотыши их тяжело оттуда доставать поэтому я взял вот такие вот с них и буду собирать снасть также мне понадобятся свинцовые грузики силиконовые кембрики и крючки я буду привязывать при помощи вот такой вот приблуды не так проще и быстрее вы можете вязать как вам будет угодно сперва крепим основную леску к удилищу если у вас коннектор делаете петельку цепляете я к колечку просто привяжу но опять же узлы тут вяжите кто какие любит уверен что у каждого есть свой самый крепкий самый надежный леску привязали теперь нужно ее отмерить чтобы она не доходила до низа примерно сантиметров 20-25 отмерили и здесь отрезаем обратите внимание на классических маховых удилищах всегда делают леску чуть меньше чем само удилище именно для уклейки делают короче потом объясню для чего это нужно дальше крепим поплавок у поплавка здесь есть вот такой вот ушка продеваем в него леску дальше подбираем кембрик который туго налазит на кель поплавка делим его на две части одна подлиннее одна покороче и сперва одеваем на леску короткую часть затем длинную надеваем короткую часть на кель и пододвигаем практически самому телу поплавочка таким вот образом дальше одеваем длинную часть длинную часть одеваем не до конца оставляем где-то половинку чтоб она у нас свисала это делается для того чтобы не травмировать леску и она будет служить как небольшой амортизатор то есть примерно вот так вот ловочек у нас на месте дальше на краю лески делаем петельку если есть у вас маленький карабинчик можно поставить и карабинчик тельку я делаю двойным узелком ничего сложного здесь нету два раза продел и затем подтягиваем узелочек ну и лишний хвостик откусываем дальше нам нужно сделать поводочек с крючком зрение у меня плохое поэтому использую вот такой вот узловяз мне с ним очень удобно опять же у всех есть свои любимые узлы поэтому вяжите кто как хочет единственная рекомендация что после того как вы завязали узелок обязательно оставляйте небольшой вот хвостик на крючке этот хвостик в дальнейшем не даст опарышу слетать на леску и вы на одного опарыша сможете ловить до 10 уклеек дальше отступаем сантиметров 15 от крючка отрезаем поводочек и здесь также делаем петельку петелька такая же как на основной леске двойную рекомендую сделать сразу несколько поводков разной длины ну теперь одеваем поводочек петля в петлю к основной леске ставили и подтянули удочка практически оснащена обратите внимание что у меня получился крючок как раз где-то под верхних два пальца то есть вот у меня будет хват удочки при выуживании я буду легко вот здесь вот хватать уклейку и снимать надо будет на безуме бегать там это очень удобно теперь нужно отгрузить поплавок и можно ехать на рыбалку длина поводочка у меня получилось где-то около 15 сантиметров то считаю вполне достаточно использовать грузики буду самые мелкие разводить по леске их не надо все ставим в одном месте над верхней петлей грузик у меня здесь без лесовки поэтому по одному буду цеплять и ходить к аквариуму проверять получилось у меня пять маленьких грузиков поплавочек идеально отгрузился очень чувствительный то есть отгружаем его чтобы торчала только одна антенка а само тело было все под водой вот этот правильно еще раз повторюсь что грузики по леске разносить не надо они должны быть в одной кучке так как уклейка плавает ближе к поверхности чтобы у вас крючок теперь остается грузики поджать и снасть готова сдвигаем их поплотнее и слегка прям поджимаем чтобы не травмировать леску все делайте очень аккуратно сильно не надо давить их ну вот и все друзья снасть на уклейку готова как вы видели ничего сложного здесь нету делается все очень просто главное эффективно надеюсь что это видео для вас было понятным и полезным всем пока и до новых встреч на новых интересных видео всем удачи на рыбалке и как говорят ни хвоста ни чешуи